А вот столичные артисты покоряют сердца любителей театра «Наших за то». В Полярном показали спектакль «Любовь и голуби» – известная история на новый лад. Среди артистов театра «Огни Москвы», открывших Полярницам одну из весьма известных историй любви и дружбы, актриса театра и кино Жанна Эпле. Изящная, улыбчивая, запомнившаяся зрителю по различным ролям в сериалах и комедиях, в постановке «Любовь и голуби» представила иную, неожиданную Раису Захаровну. Но это всё лишь роли. Настоящая жизнь – это гастроли, новые города, новые сцены. И полярные надежды звёзд оправдал. Было непросто попасть на вашу такую закрытую территорию. И мы прямо за 40 минут до начала спектакля только приехали и стали выставлять декорации. Но мы здесь, и мы очень счастливы. Жанна в Мурманской области не впервые. В 2010-х в Заполярье были сняты кадры для сериала «Робинзон». Ещё с тех пор актриса осталась под впечатлением от весной природы. Север для Эпле имеет своё, пожалуй, сакральное значение. Именно так зовут её первого внука. У вас совершенно уникальные места, и ничего нет прекраснее северного сияния. Я прекраснее ничего не видел в жизни своей. Я ещё видела Ниагарский водопад в Канаде. Во время съёмок фильма «На всех широтах» в северных краях ранее бывал и Андрей Москвичёв. И тогда, и на этот раз актёр остался под приятным впечатлением от гостеприимства полярницев. Вот казалось бы, когда говорят «северные люди», ну, северные люди, но если бы вы знали, у этих северных людей какое тепло, какие горячие сердца. И сегодня был такой приём замечательный. Потому что я, честно говоря, я ждал этого дня. Когда я узнал, что у нас в туре будет полярный, я вспоминал, и мне очень хотелось посмотреть, каким стал этот город. Игру столичных актёров, старой доброй комедии «Любовь и голуби» ещё успеют оценить жители Североморска, Заозёрска и Заполярного. Продолжение следует...